Здравствуйте! В эфире итоговый вовск программы 200 дежурная часть Карачаева Черкесия в студии Ахмат Халкечев. Сотрудники ФСБ по Карачаевой Черкесии задержали гражданина, который по заданию одной из запрещенных в нашей стране украинских террористических группировок вынашивал план совершить теракт в отношении сотрудников правоохранительных органов. У задержанного обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства и средства коммуникации. Возбуждено уголовное дело. Черкесским городским судом избрано мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Расследование продолжается. Бывший начальник иммиграционного контроля регионального МВД подозревается в получении взятки в крупном размере за регистрацию мигрантов. В отношении экс-чиновников возбуждено уголовное дело. Следственными органами по Карачаевой Черкесской Республике возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника иммиграционного контроля регионального Министерства внутренних дел за получение взятки в крупном размере. По данным следствия, в феврале 2017 года подозреваемый предложил своему знакомому за денежное вознаграждение оказывать содействие в оформлении иммиграционных документов для иностранных граждан. Получив согласие мужчины, фигурант в период времени с 2018 по 2022 годы, используя свое служебное положение, за взятку в сумме более 500 тысяч рублей незаконно оформил иммиграционные документы для девяти иностранных граждан. В настоящее время подозреваемый задержан. Ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Следователи продолжают сборы и запрепления доказательственной базы. Судебные приставы Карачаевой Черкесии провели в региональной столице рейдовое мероприятие, направленное на выявление злостных неплательщиков по различным видам долговых обязательств. Несколько десятков человек, попадающих под данную категорию, удалось обнаружить с помощью системы дорожный пристав. Подробности в репортаже Артура Мхцы. Последний человек, которого управляли по базе данных, или мою фамилию, вышла его задолженность. На сегодняшний день какая-то задолженность у него есть. Представитель Федеральной службы судебных приставов по Карачаевой Черкесии рассказывает о базе данных ведомства, в которой числятся в основном злостные неплательщики штрафов и других видов задолженностей. Видеокамера фиксирует авто человека, за которым числится минимум 60-дневная просрочка. Информация передается по рации коллегам из службы судебных приставов и при содействии автоинспекторов транспортное средство останавливается у обочины. Дорожный пристав позволяет в транспортном потоке по номерам автомобилей выявлять должников. Совместные рейдовые мероприятия показали свою высокую результативность. Комплекс, используя телекамеру, установленную на дороге, в автоматическом режиме проверяет все проезжающие автомашины по базе данных Федеральной службы судебных приставов. В результате проведенных рейдовых мероприятий в течение дня удалось обнаружить более 40 должников, своевременно не погрестивших имеющуюся задолженность. В базе должников наибольшее представительство у нарушителей правил дорожного движения. Впрочем, есть и немало уклонистов от оплаты алиментов, налогов, а также за использованные ресурсы. Все эти люди ранее проигнорировали добровольный 60-дневный срок. Если должник не оплачивает установленный добровольный срок, уже попадает к нам на принудительное исполнение и мы уже исполняем постановление ГИБДД. Какие способы оплаты у них есть? У них есть возможность оплатить как на месте. У нас установлен терминал для оплаты задолженности. Могут и там оплатить, могут и он выдать кританцию, и могут онлайн через свой Сбербанк онлайн оплатить. Также могут через свои госуслуги. Судебные приставы рекомендуют жителям республики своевременно оплачивать штрафы и иные долговые обязательства, чтобы не оказаться в базе ведомства и не попасть в неприятную ситуацию, связанную с наложением ареста на имущество. Артур Мхце, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево, Черкесия. Прокуратурой Карачаевского района организована проверка по факту возникновения лесного пожара в Ганасхирском ущелье. Открытое горение, как сообщает региональное управление МЧС, на данный момент ликвидировано. На месте продолжает работу наземная группировка сил и средств в количестве 90 человек и 20 единиц техники. В ходе проверки будет дана оценка соблюдения уполномоченными органами требований законодательства о профилактике и предотвращении лесных пожаров, а также о защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций. По результатам проверки при наличии основания будут приняты меры прокурорской реакции. В ходе следственной проверки, проводимой по данному факту, прокуратурой Карачаевского района поставлена на контроль. В преддверии нового учебного года в образовательных учреждениях Карачаева-Черкесии проходят учения по антитеррористической безопасности. Одно из мероприятий по профилактике угроз теракта и воздушной тревоги было организовано в Центре для одаренных детей «Спотник». Подробности в сюжете корреспондента Артура МХЦ. До начала учебного года считанные дни. Самое время уделить внимание безопасности педагогических коллективов. Тем более, что в современных реалиях данная мера не кажется лишней. В Центре дополнительного образования «Спутник» участниками профилактического мероприятия стали руководители и преподаватели образовательных организаций Черкеска. И такие занятия в дни всероссийских учений проходят повсеместно. Очень важно, чтобы сегодня педагогический персонал наших образовательных организаций научился правильно действовать в такой ситуации. Сегодня, когда у нас в стране действует режим СВО, каждый человек, особенно взрослое население, должны понимать важность получения таких навыков. Со 2 сентября у нас начинаются учебные занятия, и мы каждый день будем со своими детьми. И с первых дней мы с ними, конечно же, будем отрабатывать и те навыки. Это касается и общеобразовательных организаций, это касается и учреждений дополнительного образования. Цель профилактического мероприятия – дать взрослым людям представление, как действовать в подобной ситуации, чтобы в случае необходимости обезопасить себя и своих воспитанников. Полученную сейчас информацию педагоги затем должны довести до подопечных. По плану, актовый зал с людьми захватывают вооруженные злоумышленники. Звучит система оповещения о нападении. Сотрудники моментально закрывают кабинеты и баррикадируют входы. На место прибывает группа реагирования. После того, как нападавшие обезврежены, люди могут спокойно покинуть места пребывания. Во всем нужна тренировка. Люди, чтобы не боялись, знали, как себя вести и действовать в данной ситуации. Чем больше тренировок, тем больше у людей откладывается понятие, как себя правильно вести. Многие просто не знают. Нужна тренировка, отработка, чтобы люди это чувствовали на себе. Внимание всем! Воздушная трехлоба! Еще одно испытание на скорость принятия решения – это реагирование на информацию об угрозе атаки беспилотника. Сотрудники учреждения образования постарались оперативно покинуть помещение и эвакуироваться в подвалах здания. Во время учений время не играет особой роли, но в реальной ситуации отслаженности действий и своевременное исполнение правил эвакуации могут зависеть жизни людей. Занятия прошли при непосредственном участии служб экстренного реагирования, для которых учения также стали еще одной возможностью для отработки собственного алгоритма действий. Артур Мухцер, Ренат Муков, Вести, Карачаево, Черкесия. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Покрачаева-Черкесии при силовой поддержке бойцов Росгвардии по подозрению в незаконной банковской деятельности задержали 39-летнего жителя Черкеска. Установлено, что подозреваемый, действуя совместно с неустановленными лицами, не имея банковской лицензии, оказывал услуги по обналичиванию денежных средств. Для проведения нелегальных банковских операций использовались фирмы-однодневки. Денежные средства перечислялись на счета подконтрольных юридических лиц по фиктивным основаниям. С каждой сделки злоумышленники получали определенный процент. Незаконный доход составил более 17 миллионов рублей. В отношении подозреваемого, а также иных неустановленных лиц возбуждено уголовное дело. О результатах деятельности Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесии за первое полугодие 2024 года озвучили на пресс-конференции. В мероприятии участвовали представители различных подразделений МВД республики. Большая часть вопросов касалась преступлений, совершаемых дистанционно с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Альбина Ламкова продолжит. Хочу отметить, что основным и главным фактором, негативно влияющим на оперативную установку, продолжает оказывать так называемые IT или киберпреступления. Доля которых по итогам шести месяцев этого года составила 42% от всех совершенных преступлений. А их рост продолжается уже составил 61%. Что касается тяжких, особо тяжких составов этих же преступлений, то их доля составила более 55%. То есть фактически каждое второе совершенное тяжкое, особо тяжкое преступление в нашей республике относится к так называемым киберпреступлениям. Тема вопросов на пресс-конференции от журналистов к стражам порядка была разная. Преступления, совершаемые дистанционно с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в частности так называемого телефонного мошенничества, вызвали особый интерес. Был поднят насущный вопрос о финансовой грамотности жителей региона. Люди продолжают доверять мошенникам, лишаются денежных средств и персональных данных. И это несмотря на ежедневную работу по профилактике. Мероприятия с сотрудниками полиции проводятся в населенных пунктах по месту жительства граждан, в общественных местах, на автомобильных дорогах, а также в сети интернет и в средствах массовой информации. Прозвучал и наболевший вопрос. Многие жители республиканской столицы страдают от ночных гонок. Многие автомобилисты специально делают так, чтобы машины издавали как можно больше звука, тем самым нарушая не только ПДД. По превышению скорости, ну и общественный порядок в ночное время суток. Сотрудники полиции призывали сообщать о данных фактах. Реакция на такие сообщения незамедлительная. Еще прозвучал вопрос об организации свадебных кортежей. Неоднократно обращались и в СМИ, и в соцсетях обращались и с просьбами. Но, к сожалению, нарушения есть. Если такие нарушения выявляются, районы передают в ближайший район, если выезжает, как кортеж свадебный, выезжает, устанавливает нарушителей, составляются административные материалы. Если в соцсетях анализируем сами, если увидим это, тоже так же привлекается и итог выставляется в соцсети. Вопросы, которые были освещены на пресс-конференции, касались и оперативной обстановки в Корчаево-Черкесии, мер, принимаемых по противодействию преступности, охраны общественного порядка, расследования преступлений, миграционных процессов. Обсудили тему и профилактики, выявления, пресечения, расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении их, о вовлечении детей в криминальные схемы и преступные действия. То же самое, когда родители недосматривают, дети, вот как я уже говорил, обманывают, уходят, могут ночь где-то прогулять, остаться где-нибудь на лавочке. Ну, естественно, наши патрульно-постовые службы, все мы их находим. Ну, такая проблема имеется. Поэтому меры реагирования у нас в республиканске законодательство работает в данном направлении. Анализ причин преступных действий в отношении несовершеннолетних показывает, что большинство из них совершаются тогда, когда дети остаются без наблюдения родителей или попечителей. Поэтому важно старшим быть бдительным всегда. Альбина Ламкова, Ренат Мука, Вести Карачаева, Черкесия. Сотрудники Росгвардии уничтожили обнаруженный в Карачаевой Черкесии боеприпас времен Великой Отечественной войны на вертолетной площадке в поселке Домбай. Об опасной находке правоохранителям сообщили строители. Прибывшие на место росгвардейцы идентифицировали предмет как артиллерийский снаряд немецкого производства времен Великой Отечественной войны. С соблюдением всех мер предосторожности боеприпас был вывезен на безопасное расстояние и уничтожен накладным зарядом. Прогулки на квадроциклах всегда полны приключений. Ну а езда по бездорожью и живописным маршрутам, кроме ярких эмоций, может привести к весьма неприятным последствиям. Сотрудники ГАИ Республиканского МВД провели оперативно-профилактические мероприятия в курортном поселке Архыз. Особое внимание полицейские уделили соблюдению существующих требований к собственникам арендного транспорта для туристов. Подробности в сюжете Артура МХЦ. Пока одни в Карачао-Черкесии наслаждаются красотами горных пейзажей, другие заняты обеспечением безопасности на автодорогах. Оперативно-профилактическое мероприятие полицейских в курортном поселке Архыз было направлено в первую очередь на проверку качества предоставляемых туристам услуг. Тем более, что аренда квадроциклов, как автомобилей повышенной проходимости, пользуется здесь огромным спросом. В первую очередь обращают внимание на использование ремней безопасности, использование мотошлемов, а также техническое состояние всего выдаваемого автотранспорта. В ходе выявления административных правонарушений устанавливается собственник, с ним проводятся профилактические беседы. Если имеется административное правонарушение, то он привлекается к административной ответственности. Профилактическим беседам с владельцами внедорожников, участвующих в организации джиппинга, было уделено особое внимание. Все-таки далеко не каждый собственник квадроциклов или его персонал соблюдают существующие требования, следят за состоянием транспортных средств. А ведь неисправность авто может привести в том числе к трагическим последствиям. Наличие лицензии, контроль технического состояния внедорожников, их обслуживание, предрейсовый медицинский осмотр – это и многое другое должно быть в полном порядке. Общались дорожные полицейские с туристами, которые решили разнообразить свой отдых экстремальной поездкой по бездорожью. Объясняли им правила пользования квадроциклами. К примеру, что ремни безопасности – это неформальный атрибут, а чаще всего жизненная необходимость. Рема необходимы? Да. Но проверяли, допустим, обслуживающая организация, спрашивала, например, есть ли у вас… Права, наличие возможности управлять транспортным средством, да, спрашивали. А то, что у транспортного средства нет номеров, ну понятно, что это не туристов вина. Ну да, мы же не можем контролировать эти вопросы. Наличие номеров. В ходе последних рейдовых мероприятий было выявлено 28 административных правонарушений. Из них по использованию ремней безопасности 5 нарушений, использование мотошлемов было, и 4 транспортных средства было направлено на прекращение регистрации в связи с изменениями в конструкцию кузова. Все нарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством России. Артур Макцелий Бастанов при содействии Пресс-службы регионального управления МВД. Вести, Карачаево-Черкесия, Архыс. Безопасность на дорогах – общая забота. Несомненно, все участники дорожного движения должны помнить, что соблюдение правил как водителями, так и пешеходами в равной степени обязательно. В зоне риска может оказаться каждый. В целях снижения количества аварий на дорогах сотрудники госавтоинспекции Карачаево-Черкесии проводят профилактические мероприятия. Очередное по теме «Пешеход» провели в Уджигуте. Смотрите подробности. Мероприятие «Пешеход» проводится в госавтоинспекции в целях повышения культуры пользования пешеходным переходом. Серьезность тему понимают не только взрослые, но и юные участники дорожного движения. С детства через личный пример родителя учатся осторожности и вниманию на дорогах. С детства мы учили, как переходить дорогу. Переходят, когда остановятся машины, и надо переходить дорогу. Важно переходить дорогу через пешеходы, потому что это специальное место, чтобы переходить. Ты должен сначала стать с велосипеда, посмотреть по сторонам, и вот тогда только переходишь. Меня учила бабушка кататься, и я, наверное, учился одеть в пять. А потом уже мне отец купил книжку, когда с этим велосипедом. И вот я учил понемножку правила дорожного движения. На территории республики уже за первые шесть месяцев 2024 года было зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. 17 человек получили ранения различной степени тяжести, и два человека погибли. К сожалению, уже в этом месяце на данной федеральной автодороге у нас случилось дорожно-транспортное происшествие с наездом на несовершеннолетнего пешехода, который получил ранения различной степени тяжести. Находится сейчас в авторитетском учреждении. Аварий на дорогах с участием пешеходов можно избежать, если соблюдать правила дорожного движения. Согласно статистике, большинство ДТП происходит из-за их нарушения. Садясь за руль автомобиля, мы в первую очередь должны соблюдать правила дорожного движения. Но также правила дорожного движения должны соблюдать и пешеходы. Они выбегают даже в неположенном месте. Даже если на пешеходном переходе, они его неправильно переходят. Даже сейчас поставили светофоры, которые вот с кнопочками. Они их не нажимая бегут. Это очень большая проблема. Перелазят через ограждения, которые разделяют трассу. Обеспечение безопасности дорожного движения – одна из главных задач госавтоинспекторов. В целях профилактики ДТП с участием пешеходов и снижения тяжести их последствия, госавтоинспекция республики на постоянной основе организовывает профилактические мероприятия. Они проводятся на маршрутах патрулирования. Прежде всего, наша задача, задача госавтоинспекции – это предотвращение дорожного транспорта в происшествии, для чего мы проводим профилактические беседы с водителями. Хочется обратиться как к пешеходам, так и к водителям, чтобы они в обязательном порядке соблюдали правила дорожного движения, чтобы пешеходы переходили в проезжую часть исключительно в местах, где это разрешается. А водители, в свою очередь, соблюдали требования правил дорожного движения Российской Федерации уступать дорогу пешеходам, которые пользуются преимуществом движения. Альбина Ламкова, Виктория Карпенко, Вести Корчаева, Черкесия, Уф-Джигтинский район. На этом наша информационная программа, посвященная правовым и криминальным новостям, подошла к концу. С вами был Ахмат Халкечев. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова